Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша передача посвящена, на мой взгляд, одному из самых выдающихся представителей княжеского рода Голицыных, Василию Васильевичу, который, собственно, и происходил из той ветви, которая вошла в историю как Васильевичей. Помните, мы с вами говорили, что существует четыре основные ветви этого многочисленного дворянского рода. И вот старшая ветвь Васильевичей дала удивительного человека, которого так и звали Василий Васильевич. Жил он в конце XVII века, ну, если быть точным, родился в 1643 году в Москве, а умер в апреле 1714 года. То есть прожил, ну, даже по сегодняшним меркам довольно много, более 70 лет. Жизнь его была бурной, необыкновенной. Недаром в устах иностранцев, живших в Москве, а он с ними общался очень много, он был главой посольского приказа, этот человек первым в истории России заслужил неофициальный титул Великий. Василий Великий жил в России задолго до Петра и Екатерины, которому уже официально в нашей истории был присвоен этот титул. К сожалению, Василий Васильевич Горицын знает немного, может быть, потому что жизнь его закончилась в аппале, он пал вместе с царевной Софьей. Ну, а сама эта удивительная женщина, первая женщина, правительница на Руси, она как бы все время в тени, в оппозиции к Петру Первому, является почему-то воплощением такого мрака, невежества, хотя на самом деле и она, и ее сподвижник, не фаворит, не любимец, а сподвижник Василий Васильевич Горицын. Вот они были двумя, может быть, самыми образованными, просвещенными, интеллектуальными людьми на пороге России нового времени. Закончилась жизнь этого удивительного человека в далекой ссылке, в нищете, но он был совершенно не сломлен. Умер он в селе Коло-Горы на далекой Пинниге. Похоронен в Красногорском монастыре, разрушенном в советское время. Я обязательно покажу вам фотографии, потому что я их сделала там когда-то сама, и, может быть, ну, вот в том числе и за могилой Василия Васильевича Голицына мы когда-то проделали путь длиною в пять часов на маленьком автобусике Пазик от Архангельска до далекой Пинниге. Пиннига была местом ссылки очень долго и в предреволюционное время. Место вообще удивительное, конечно, но это со временем. А сейчас давайте вот просто начнем с характеристики этого удивительного человека, потому что, может быть, если говорить о многочисленном роде князей Голицыных, то можно, ну, по крайней мере, вспомнить нескольких. Ну, пиковую даму, наверное, ее удивительных сыновей, так много сделавших для Москвы, Голицыных советского периода, которые смогли сохранить честь, достоинство, культуру нашу, ну, и в том числе, конечно, Василий Васильевич Голицын, великий, который был предтечей России новой, России просвещенной, потому что все реформы Петра, на самом деле, начинались задолго до него. И вот в том числе одним из таких первых людей, которые заговорили о необходимости обратиться к какому-то новому направлению в русской истории, был князь Голицын, портрет которого я вам хочу показать. Но он, конечно, довольно условен, потому что гравюры существуют разные. По всей мере, он все-таки был таким худощавым, невысоким и очень миловидным человеком. При этом крупным политическим деятелем, полководцем, дипломатом, человеком, который занимал, и не только занимал, но действительно смог осуществлять работу на ключевых постах в государстве. И, напомню, после прихода к власти царевны Софьи в 1682 году, он фактически стал первым лицом в аппарате Государственного управления России, Руси тогда еще. Им была проделана гигантская работа, которая подготовила умственную и моральную революцию, произошедшую в России в XVIII веке. Человек, который, видите, на экране думал, вот у него, понимаете, был такой гигантский ум, который позволял ему задумываться о необходимости преобразования всего государственного строя, даже, может быть, об отмене крепостного права с наделением крестьян определенным количеством земли. И недаром, наверное, русский историк Ключевский писал, что этот Голицын, младший из предшественников Петра, ушел в своих планах гораздо дальше старших. Вообще, вот этот человек вынашивал очень широкие планы, которые должны были преобразовать Россию, наверное, олицетворял собой вот в тот период самое просвещенное русское общество. И многие историки считают, что его падение, последовавшее после воцарения Петра, было большой потерей для русской цивилизации. Потому что как раз Василий Голицын и Софья, они практически шесть лет правления своего делали то же самое, что и Петр, только очень мудро, постепенно, без судорожных таких рывков неистовой реформации. Как я уже сказала, Василий Голицын родился в Москве, и в доме отца получил совершенно необыкновенное по тому времени образование. То есть отец у него тоже уже понимал, что учение след. Сам Василий Голицын знал греческий, латынь, то есть мог читать античных авторов подлинники, владел немецким, польским. И почти 20-летняя служба на различных постах позволила ему стать участником и свидетелем очень важных событий в русской истории. Наверное, он был самым видным деятелем такого узкого правительственного кружка еще при царе Федоре Алексеевиче, третьем из дома Романовых. Вот портрет, который я хочу показать, такой довольно необыкновенный юноша, который умер странной смертью в 21 год. О нем мало кто помнит, но, в общем, его правление было, может быть, началом нового пути в истории России. Так вот, уже при этом Романове Василий Васильевич был главнокомандующим русско-украинских войск, очень умело дипломатическую деятельность в Крыму избавил Запорожье от очередного османского нашествия. И вот эти его одни из первых мирных переговоров в царствовании Федорова Алексеевича уменьшались в подписании в 1681 году знаменитого Бахчисарайского мира, для России очень выгодного. Ну, наверное, не случайно Федор Алексеевич пожаловал тогда уже Василия очень большими земельными владениями. И Василий Васильевич был, конечно, со временем очень богатым человеком. Ну, и вот в силу своих больших государственных способностей получил очень много должностей, с которыми отлично справлялся. И, в общем-то, вот, будучи, может быть, немножко сиборитом по натуре, в то же время возглавлял русскую армию. Именно при нем стрелецкие войска, сыгравшие столь яркую и печальную роль в конце XVII века, стрелецкие войска именно при нем стали основой русской армии. Их управление впервые было сосредоточено в трех приказах – рейтерском, разрядном и иноземном. У нас уже были иноземцы на службе. И вот все руководство русской армии было подчинено, вернее, вся русская армия была подчинена единому руководству. Вообще, многие иностранцы писали о Василии Голицыне с восхищением, и, в частности, француз Деляне Вилли утверждал, что проекты реформ Голицына были значительно шире, чем проекты, потом предложенные Петром. В них входило освобождение крестьян, наделение их землей, цивилизации Сибири и даже проведение там почтовых дорог. Смерть царя Федора, вот этого молодого очень царя, не отдалила Голицына на дел государственного управления, потому что вместе с партией Милославской царевной Софьей, которая приходилась родной сестрой умершему царю, из которой, кстати, Голицын был соединен с сердечной привязанностью, он вновь оказался, укормило управление. В общем, сразу довольно составилась такая большая группа единомышленников, куда входили, в частности, Голицыны и Хованские. Мы когда говорили о княжеском роде Хованских, о Хованщине, уже упоминали этих ближайших двоюродных родственников Голицыных, также происходивших из древнего великокняжеского литовского рода Гедемина. Так вот, в результате поддержки Хованского, который возглавлял стрелецкий приказ, в результате первого крупного восстания стрельцов 1682 года Софья, как вы знаете, пришла к власти. Вот давайте мы сейчас посмотрим портрет этой удивительной женщины, первой правительницы России, я имею в виду женского пола. Она была рейгеншей при двух малолетних царевичей, один из них приходился родным ей братом, другой сводным. Но, в общем, на самом деле она была полноправной царицей. Да, я не собираюсь скрывать, что Голицын, будучи женатым человеком, приходился этой женщине возлюбленным. Но, вы знаете, это был такой удивительный совершенно тандем. О Софье я, может быть, поговорю поподробнее в следующей передаче. Но вот заранее забегая вперед, хочу сказать, что даже, вы знаете, вот эта связь девицы и женатого человека не осуждалась. В России, как писал потом князь Куракин, все в России знали о том, что князь Василий ей галант, ну так тогда называли возлюбленного, галант, и чаяли, что прямое супружество ученено будет. Потому что на самом деле, в общем-то, были довольно счастливые и, может быть, одни из самых тихих и мирных шесть лет в истории России. Но я думаю, что вот о сложных коллизиях этого времени мы поговорим в следующих передачах. А сейчас я, наверное, хотела бы просто охарактеризовать время правления регенства Софьи, в котором Голицын занимал, конечно, ведущее положение, это 682-89 год и очень яркий период в истории России, который, мне кажется, очень не заслужило не только забыть на фоне Петра, но даже очень часто представляется в искаженном виде. Между прочим, вот осенью 1682 года Голицына сразу Софья назначила руководителем дворянского ополчения, которое собиралось у стен Троицы Сергиевой Лавры, вот этого великого монастыря русского, где, как мы с вами уже знаем, находится очень много утерянных, правда, но могил Голицыных. Дело в том, что стрельцы, к сожалению, в этот период стали неуправляемой силой, и, по-моему, они считали, что каждые полгода могут возводить на престол очередного человека и не излагать его. Так вот, у стен Троицы Сергиевой Лавры осенью 682 года Голицын собрал дворянское ополчение, вошел с ним в Москву, и это не только на 6 лет прекратило стрелецкие восстания, но и сделало Голицына авторитетнейшим деятелем правительства во времена регенства Софьи. В общем-то, к началу 1683 года вот с этими бесконечными восстаниями было покончено, и начались 6 лет удивительных, ярких, давших необыкновенный взлет в истории России, период, связанный с именем Голицына и царевны Софьи. Тогда он практически стал сразу во главе посольского приказа, а вы знаете, что внешняя политика – это всегда очень важное направление в деятельность государства, тем более тогда, когда Россия по-новому выходила на международную арену. И вот 7 лет Василий Голицын возглавлял этот приказ, это министерство, и фактически был лицом России. Кроме того, вот просто даже удивительно, да, как человек может многое, он возглавлял ведь еще несколько приказов, то есть министерств, и настолько это удачно делал, что даже получил почетное звание наместника Новгородского, ну мы с вами знаем, что с Великим Новгородом у Голицына связано очень много, и вообще это особый город в истории русского государства, это очень почетное всегда было название, наместник Новгородский, его пожаловали в ближние бояре, то есть в ближние к царю, это повышение. И даже в 1684 году Голицыну присвоили, вот давайте сейчас посмотрим очень известную старинную гравюру, которая как раз вот изображает Голицына в полном блеске его славы, потому что ему присвоили удивительный титул царственного большой печати и государевых великих посольских дел оберегателя, то есть он был хранитель большой государственной печати. Вот этот титул до него носил только Ордын Нащекин, фактически это был титул канцлера. Именно канцлером и называли Голицына все иностранцы. Он с ними общался очень много, потому что возглавив внешнеполитическую службу, этот высокообразованный человек очень быстро освоил азы дипломатического искусства, и, в общем, своим тактом, умением, своей дипломатии, образованностью он буквально поражал всех. Вот давайте послушаем, что писал бранденбургский посол Реер. У князя была книжечка в 12-ю долю листа, то есть такая маленькая записная книжечка, где он особыми маленькими буковками помечал каждый пункт и почти все то, что я ему предлагал. Он дал мне понять через старшего переводчика Гросса, который все переводил, что я должен немножко подождать, потому что он ответит на мои предыдущие пункты. И после краткого повторения, сказанного мной на уединенции, он мне ответил так, что особенно удивил меня столь полным готовым выражением. То есть, видите, человек умел очень быстро в книжечке помечать, обдумывать, работать с переводчиком и поражать остротой своего ума иностранных подданных. Вы знаете, ну, наверное, вот в деятельности Голицына на этом внешнеполитическом поприще можно выделить несколько моментов. Во-первых, был заключен секретный военный союз Франции, Дании, Бранденбурга и России против Швеции. Это была большая победа русской дипломатии, потому что вот такие самые разные страны смогли объединиться в союзе с такой полудикой, на их взгляд, России благодаря продуманной утечке информации, которую организовал Василий Голицын в Москве. Такая была очень тонкая дипломатическая игра разведки и контрразведки. Затем, наверное, я назову вечный мир с Польшей. Это вообще вершина дипломатического искусства в лице Голицына, и, может быть, вообще это одна из великих дипломатических побед в истории России. Потому что мы с вами довольно много говорили, да вы и без меня, наверное, знаете, что, к сожалению, два славянских государства, Россия и Польша, в течение более ста лет страшно воевали, и не только во времена смуты Л.Ж. Дмитриев, всевозможных Л.Ж. Царевичей. Так вот, все-таки, вы знаете, Василий Голицын смог поставить точку, ну, одну из таких довольно жирных точек вот в этой бесконечной войне России и Польши. Неофициальные переговоры Голицына в Москве с посланником Папы Иннокентия XI вот как раз прервали этот ряд столкновений православного государства с католиками и закончилось заключением вечного мира с Польшей. Дело в том, что на Польше тогда было страшное нашествие османов, и вот используя эту сложную ситуацию, Василий Голицын смог заставить Польшу заключить этот не очень выгодный для нее мир. Но для России и для русского и украинского православного народа это великое было освобождение, о нем, к сожалению, мало кто вспоминает сейчас. А ведь именно Василий Голицын и Борис Петрович Шереметьев, кстати, которого потом при Петре иностранцы будут называть самым вежливым человеком в России, Шереметьев будет потом даже мальтийским рыцарем, вот эти два образованнейших человека семь недель уговаривали польских послов. И, вы знаете, сумели отстоять интересы России. В апреле 1686 года был положен конец столетним раздорам двух государств. Причем у Польши, у католической Польши был выкуплен, освобожден Киев. Ну вот очень жаль, что Украина сейчас это не вспоминает, и тем более, наверное, не помнит имя Василия Васильевича Голицына. А, между прочим, Россия тогда, за то, чтобы Киев смог опять стать православным городом, а он довольно долго был под властью Литвы и Польши, Россия заплатила 146 тысяч рублей. Это была довольно большая сумма. Мы выкупили всю Левобережную Украину, освободили от католической Польши, всю Северскую землю, весь Смоленск с окрестностями, этот многострадальный город, за который шли бесконечные войны с литовцами, начиная с 13 века. Более того, в польских областях православные люди получили огромную свободу и обязательства со стороны католиков и униатов не чинить им никакие препятствия. Правда, вот за это Россия обязывалась послать в Крым свои войска для того, чтобы помочь Польше. И вот мне, вы знаете, очень обидно, когда все им пишут, ну да, вот правление Софьи Голицына, который был очень плохим дипломатом, вот эти неудачные крымские походы, почему они неудачные? Это было наше обязательство. Может быть, это были жертвенные походы, потому что русские шли в эти невероятные места под названием Перекоп. Вот если кто-то проезжал Перекоп хотя бы на поезде, когда едет отдыхать в Крым, это даже из поезда страшно смотреть, потому что это соль, кругом только соль. Мы выполняли свои обязательства, но мы выкупили Киев и освободили от католиков всю левобережную Украину и Смоленск. Вот это великая победа на самом деле. И еще раз повторяю, что вечный мир с Польшей – это вершина дипломатического искусства Голицына и великая победа православной России. А уж какая была за это плата, да, были крымские походы, в которых опять-таки русские солдаты заплатили своей кровью в Крыму, которая принадлежит теперь Украине. Ну, вы знаете, это было под силу вот такая тонкая дипломатическая игра Голицына, потому что он был, видимо, удивительным дипломатом. Иностранцы, с которыми он имел дело, всегда отмечали с необыкновенным воодушевлением его и способности, и знания, и прекрасные манеры, всегда искали его расположение. Кстати, князь был сторонником таких свободных общений с иностранцами. Может быть, первым он с ними общался в неформальной обстановке. Я вам сейчас хочу показать на следующем слайде его дом. Знаете, этот дом, он ищет совсем недавно. Вот, может быть, люди даже более старшего поколения, кто помнит Москву в 30-х, начало 40-х годов, этот дом помнят. Сейчас, если вы будете гулять в столице, вот прямо рядом с Манежной площадью, там сейчас вот все перекроили, какую-то новую там гостиницу в Москву зачем-то построили, и стоит бывший госплан, нынешняя дума. Вот прямо на месте этой думы стояли два удивительных домика. Тот, который красно-желтенький на заднем плане палаты Боярта и Куровых, он сохранился. Его там задвинули в переулке, там сейчас маленький музейчик. А вот дом Голицына, вот этот удивительный дом, с которым так много связано в истории России, его уже сломали просто, он помешал. Вот такая удивительная, чудесная игрушка. Редчайший каменный дом 17 века. У нас вообще каменных домов очень мало в России, их очень трудно протопить, поэтому у нас все дерево строили. Вот этот удивительный красно-белый, сказочный домик, мы сломали, потому что нужно было построить огромные махины. Вообще Москва была социалистической, была полная реконструкция. Первый страшный план разрушения нашего города. Кстати, между прочим, вот этот дом перед сносом успели зарисовать несколько краеведов. Вот в частности вы видите рисунок Суховой и акварель Календы. Это 20-е годы. Вот в этом доме как раз собирались иностранцы. И по их описанию мы знаем, что это было протяженное здание каменных палат с настроенным деревянным верхом, увенчанным многими кровками, шатром, украшенными золочеными резными прапорами, то есть такими ковриками красивыми. Вот из описи домашних вещей князя. Давайте посмотрим предыдущую картинку. Верхняя столовая палата, большая, была меж окон, вся писана цветным рисунком. А с четвертой стороны от города была бита немецкими кожами золочеными. Посреди на потолке написано было золоченое солнце с лучами. Круг него беги небесные с зодиаками и с планетами, писаны живописью. Так что вот этот дом, не только начавший собой новую историю, даже такой бытовой жизни русского дворянства, дом украшения столицы, дом, в котором решались многие вопросы нашей истории, вот он вот так вот безжалостно сносился в конце 30-х годов. На первом плане вы видите церковь Пороскевы Пятницу. Это вот сейчас как раз место, где стоит Госплан, то есть Дума. Причем эту церковь только что отреставрировал великий реставратор Барановский. Я представляю, как разрывалось его сердце, когда он видел, что сносит не только памятник, но и только что отреставрировано его руками. Кстати, церковь Пороскевы Пятницы, двухэтажная, была отстроена на средства Василия Васильевича Голицына и как раз соединялась с его домом. Вот вы видите, такой немножко перестроенный в правом углу каменными переходами. Вот это все, что уцелело от этого удивительного дома, устроенного впервые в Российный европейский лад, дом, который Голицын всегда держал открытым. Один из великолепнейших в Европе, по мнению иностранцев. Убранный на иностранный лад, где всегда ждала нас гостеприимная встреча, встреча по-европейски, писали иностранные послы. Он имел снаружи и внутри вполне европейский вид. Высокие, прекрасно наделанные комнаты, убранные габельенами, картины на стенах, огромные зеркала, прекраснейшая библиотека, впервые картины в России. Сам князь, человек, начитанный в богословии, истории, философии, астрономии, медицине, был любезным гостеприимным хозяином, умевшим поддерживать беседу и внимательно выслушивавший собеседника. Он легко общался с представителями очень разных государств. Этот князь Голицын, писал французский посланник, бесспорно, один из искуснейших людей, какие когда-либо были в Москве, которые он сам хотел поднять до уровня остальных держав Европы. Он прекрасно говорит на латыни, любезно беседует с иностранцами и, главное, не заставляет их пить. Да и сам не пьет водки, а находит удовольствие только в беседе. Вы знаете, вот Василий Васильевич Голицын первым, он задолго до Петра Первого посещал немецкую Слободу, где жили иностранцы, и ее обитатели пользовались его доверием. В его доме бывали часто в гостях шотландец Патрик Гордон, который будет уже потом как сподвижник Петра Первого. На самом деле он был другом Василия Великого. Немецкий медик Блуменстром, знаменитый грекспофари. И им было о чем поговорить, потому что Василий Голицын был одним, еще раз повторяю, одним из образованнейших людей своего времени и человеком, который сумел вот свои удивительные способности и знания употребить на благо России. Хотя ему судьба отпустила не очень много времени творческого. В ссылке он провел 25 лет, но, может быть, это немножко по-русски так, да, отправить далеко-далеко того человека, которому уже сделал довольно много. Вообще это очень такая характерная судьба, судьба человека, которого, говоря современным языком, поставил его собственный брат, потому что зависть – это очень страшные чувства. Его брат обладал способностями, может быть, чуть-чуть поменьшими. Выдающийся человек своего времени, но он захотел быть первым на равных. И я вот думаю, что об этой страшной коллизии двух братьев Голицыных, которые олицетворяли как бы два возможных пути развития России и стали во главе двух враждующих партий – Милославских и Нарышкиных, это были два разных пути в истории России, два Голицына. Я думаю, что вот об этом мы с вами поговорим уже в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok